Видите ли, они меня ждали со вчера. Они не хотят сейчас уже работать, потому что уже полодиннадцатого. Рейка, сыграем твоему немецкому мужу Катюшу. Может, он придёт и всё-таки продолжит работу над моими визитками? Показывай. Катюшу, знаешь почему? Потому что я ещё от этого, от инновопения не отошла. Мы сегодня пели Малинина. Можно показать YouTube-каналу эти визитки? Людям показать и спросить, как вам такие визитки такого формата? Марсель, что это за QR-код там? На английском. На ситенкарте. Что это за QR-код? Сканн это, ты видишь. Я не могу сэкономить и сэкономить. Но я не хочу сэкономить в России, но на русском. Я не могу сэкономить, когда я делаю видео. Окей. Я делаю два видео. Визита, который у меня нос чешет, это Феликс. 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 Я не могу сэкономить. Уэркод. 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 Справа любят, когда его хвалят. Поэтому пусть будет так. Вот так будет выглядеть эта визитка. Если её сосканировать, там идёт вся информация обо мне. Возгналфон информационный схедрин. Таня виситенкарта. Also alles, was da steht. Окей. Я говорю, что здесь за информация в этом QR-коде? Если это сканировать... Если это... Ах, всё. Jetzt verstehe ich. Если это сканировать, то сразу можно вашим телефоном сохранить мой телефон, не вводя его вручную. Иван, руя, bitte. Говорит, он полетел в Грецию. Говорит, тихо, а то сейчас сам в Грецию полетишь. В общем, вот здесь вот сканируешь, сразу появляется это как контакт в телефоне. Сохраняешь. То есть не нужно вводить вручную. И я попросила... Вот этого достаточно для Германии. Я не делаю в Германии рекламу русского YouTube-канала. Не хочу. Зачем? Это же только для тех, кто говорит по-русски, правильно? Кто найдёт меня в Германии, молодцы. А так, в принципе, мы ориентируемся на всех русскоговорящих. Марсель Цейк, моя избитая Галина Стар, визитная карта. И я ещё, знаете, что хочу? Я хочу второй вариант визиток на русском языке. Там, где уже указан YouTube, что есть YouTube-канал. Это на тот случай, когда я путешествую, знакомлюсь с людьми, даю свою визитку, если они забудут в другом случае подписаться на этот канал. И это будет выглядеть вот так. Так, если отсканировать QR-код, попадаешь прямиком на YouTube-канал Галина Стар. Так, что он ещё написал? Потому что они когда-то делали для меня визитки и брошюры рекламные, там, где я вот в этом платье, на фотосессии этой французской. И вы знаете, что они сделали? Они на этих визитках написали, так как вы знаете, кто меня смотрит, что я также занимаюсь покраской мебели, я также делаю мастер-классы с нашей английской краской. Что они сделали? Вот эти проспекты, которые вы все знаете, там, где я в красивом платье, на диване, они вместо названия магазина написали на немецком языке «Я с радостью покрашу ваш забор». Что ты смеёшься? А я-то посмотрела только на эту фотографию, говорю, супер, мне нравится. А они смеются, я не могу понять, почему, от чего, что такого смешного. Я смотрю на этот проспект, ещё раз смотрю на эту рекламу. Я говорю проспект, проспект это же улица по-русски. Я смотрю на эту брошюру и вижу, что там, где нет названия магазина, там стоит фраза «Я с радостью покрашу ваш забор». Мы дружно посмеялись, но затем я попросила Лилю, «Лиля, пожалуйста, это удали, чтобы мы, не дай бог, не отдали на печать 5000 экземпляров. Я с радостью покрашу ваш забор». Потому что французы этого не поймут, потому что они там тоже свою копеечку вложили. В итоге то, что мы отдали на печать, оказалась та версия, где нет ни покрашу забор, ни названия магазина. Кто-то перепутал, кто-то перепутал, это неважно. Но вы знаете, что в какой-то момент я обрадовалась, что нет названия магазина. Почему? Потому что там тоже стоял QR-код, и когда его сканируешь, получаешь всю информацию. И я обрадовалась, что там не стояло моё имя. Потому что я умею выглядеть по-разному, в зависимости от того, лётная погода, либо нет. И иногда они просто стоят и в самом магазине спорят. Один другому говорит, это она. А второй говорит, да нет же, я тебе говорю, это не она. Подходят ко мне, держат эту рекламу и говорят, Иван, шац. И говорят, это вы? Я говорю, нет, это моя сестра. Понимаешь, Лиль? Все думают, что на фотографиях это ты. Правда. Я говорю, есть у меня такая сестра Лиля, живёт там-то, там-то, индекс такой-то, номер дома такой-то, квартира такая-то, деньги лежат там-то. Номер паспорта такой-то, да. Лиль, там кто-то в комментариях пишет, таролах Лилия с приятным голосом. Я так понимаю, это про тебя. Нет, Лиля у нас не по картам, Лиля у нас убивает силой мысли. Вы помните, как мы смеялись здесь над этими сообщениями поклонников? И она рассказывала, говорит, как я разозлилась, говорит, в этот момент падает его подруга. Вот это вот у неё очень хорошо получается. Поэтому я всегда говорю, не вздумай на меня, злится на мне чёрный турмалин. Я вам сейчас покажу, а, Марсел, это прекрасно, перфектно, мне нравится. Но я потребую еще на приклеточку, чтобы я на тюнинг клеточку, и на моих проспектах тоже. Да, это примерно 4. Они здесь смеются и говорят, придумывают новое название для моих наклеек. Говорят, Галина Шпар. Шпар, ты что, экономишь? Я предложила... У меня не сэкономишь. А ты предложила... Ты предложила вместо трендс и троймы, трендс это тренды, троймы мечты. Она предлагает трендс и траммы. Тренды и травмы. Мы хорошо застрахованы, она пишет. Сплюнт три раза. Но мы должны дизайн-рунд, хальт. Вома была в роли, или в отдельном месте? Роля. Лиля, я его сейчас убью. Ты обдавишь. Он про такие вопросы мне задает, меня это... Как ты сказала, как ты сказала, это реклама страхового агентства, вы умираете, мы профитируем, или что ты сказала? Нет, не страхового, я сказала, альтенхайм. Подожди, помедленнее, я перевожу для людей. Флегединс, флегединс, как это перевести, флегединс, это вот эти вот, которые ухаживают за людьми, да? И там реклама была. Это не реклама, это прикол просто. Это прикол, да? Ну, в общем, прикол, хотя можно взять как рекламу. Вы умираете, мы получаем ваше наследство. Реклама дома престарелых, вот, родили наконец-то. Вы умираете, мы наследуем, приходите к нам. Да, просто прикол был в том, что девушка говорила с характерным нашим акцентом на немецком. И как раз она эту фразу выговаривала. Это разлетелось по всему ТикТоку. По всему ТикТоку разлетелось? А ты ТикТок еще смотришь, да? Ты уже мамой стала, у тебя уже ребенок есть, какой ТикТок? Что, так, у меня сейчас нужно, сейчас нас. 4 сантиметра. 4 штук? 4 сантиметра и 2,5. Ты нас тут будет сайт, что это 7. Не, lass uns bei 4 сантиметра bleiben. Weil ich muss das über alle kleben. Мне очень жалко те проспекты, которые у меня есть. Их еще около, не знаю, наверное, 2000 проспектов еще есть. Это вот эти брошюры. Никак не отвыкну от этого слова проспекты. Плюс сумочки для нашего бутика. И на них нужно клеить новый номер, потому что не выбрасывать же их. Поэтому нам нужны не только новые визитки, нам нужны и наклейки. И когда мы эту рекламу полностью раздадим, тогда будут напечатаны новые брошюры с новыми фотографиями. И я думаю, что в новых брошюрах будет и Матильда, и ведьма. Ну а как же по-другому? Это ведь все с собой. Лиль, а ты пойдешь на брошюры вместе со мной? Там, где Матильда, буду я. Там, где ведьма, будешь ты. А ты думаешь, что на тебя там место останется, если я пойду? Ты что, разве поместишься? Я помещусь. Думаешь? Думаю. Ванечка, а ты знаешь, меня смотрит моя бабушка. Вань, тебе сколько лет? Я шучу, сиди там. Сейчас бабушка его увидит. Они в школе играли, у него глаз синий. Звонит мне, у меня люди. Мама, ничего страшного не произошло. Ну я знаешь, как я всегда говорю, вот в рабочие часы звонить только, если кто-то умер, либо женился, либо беременный. Звонит мне. Я поднимаю трубку, да. Мама, ничего страшного не произошло. А ты звонишь? У меня сразу вопрос, что случилось. Мама, я тебе позже отправлю фотографию, но все хорошо. Говорю, что случилось? Да ничего, мы там играли, и я ударился о какие-то там ворота. И он, знаешь, что он мне сказал? Поранил свой глаз. Я говорю, как поранил глаз? Думаю, что с тобой? Я сразу представляю себе, какой-то Кэптэн Джек, знаете? Кэптэн Джек Спиро. Кэптэн Джек Спиро, да. Вот, в итоге он теперь ходит. Причем я сказала, приложи что-то холодное. Нет, он знает лучше. Думаю, ладно, лучше знаешь, так пусть так оно и будет. На следующее утро просыпается, такой синяк под глазом. Мама, что делать? Я говорю, ничего, ходи к красавцам теперь две недели. Нет, я, конечно, его, кстати, несколько раз переспросила. Правда ли это, либо там что-то другое было. Но ты знаешь, что на мой взгляд сказал, они игрались. И мне он сказал, они игрались. Поэтому я ему сказала, если это не какая-то... Ну, я верю, что они игрались. Смотри, он постоянно ломает ноги, руки. Это у него вообще нормально. Либо помнишь, как мы летели в Египет, он себе разрезал руку. Стучал, стучал, а у нас дверь была стеклянная, входная. Стучал, 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 стучал. Стеклянная входная дверь. Ваня, не показывайся бабку. Моя бабушка посмотрит, она Богу душу отдаст. Такой шрам на руке. Стучал, стучал. И думал, что его не слышат. А никого дома не было, потому что он забыл ключи. Пока своей рукой не разбилось это стекло. Он себе не разрезал руку. А нам... Две пластины стекла, слева, справа. Да, две пластины стекла. И он получается... Это ужас, это кошмар. У меня мороз по коже. Самое интересное то, что то ли на следующий день, то ли через день мы должны были лететь в Египет. И слава тебе, Господи, мы позвонили нашему домашнему врачу. Его Ирена перебинтовала. Всё ему это сделала. Но когда я это увидела... Ну, казалось бы, мама должна помочь, да? Я когда это увидела, то меня моя мама под руки подхватила, чтобы я сознание не потеряла. Да, как мы у нас не раз с ними остались. Я пошёл с друзьями гулять, споткнулся. Когда через забор перелазил, он поцарапал лоб. Так он поцарапал, но мы же не знали. Но мы же не знали, что он поцарапал, да. Но у него это постоянно. Ничего, Ваня. Ваня, да, пальцы поломал во время футбол. Это у него нормально. Ваня, запомни, шрамы украшают мужчину. Ты понимаешь? Ты говоришь? Набень, сайт, мэна. Ваня, красиво сказал. Не украшают, а... Как это перевести? Обозначают. А обозначают мужчин. Молодец. Марсель сидит удивляет. И не поймёт, о чём он. Ладно, мы дальше... Я попытаюсь, потому что они меня ждали вчера. Приехала я сегодня. Мы попытаемся сейчас сделать визитки на русском, визитки на немецком, наклейки. И завтра... А что завтра у нас? А завтра у нас с Ванькой там дела. Да, поэтому я... Да, прям сейчас. Всем спасибо. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok